итак дамы и господа приближаемся к последней части еще надо снимать эту историю но наверное это я уже в другой раз за запилю эту тему потому что она длинная очень забавно все-таки я решила здесь хоть все показать вам небольшие покупки одежды которые я сделала в германии непосредственно начнем вот купила халат это кстати в тики макс я специально планировала купить халат там специально туда пошла за халатом нашла потратила время именно халат потому что покупка банного халата в израиле хочешь купить хороший тебе надо заплатить ну примерно 150 евро интересует ли меня такое вложение денег нет не интересует потому что я могу поехать в европу и там либо вал отлетели в тики макси купить это за 25 евро вместо стану стоил 100 я его купила за 25 он не должен стоить больше 25 потому что это банный халат короче он классный он здесь ведь и сделан такой внутри как тут как jacquard типа да здесь более как обычный халат замечательно питывает воду здесь капюшон хлопок здесь тоже видите какая вот такая вот штука как этом обработан край вот эти таким вроде розовая да но с другой стороны он сам синий здесь тоже карманы все что надо длина чуть ниже колена ну как бы болен 25 евро я в израиле себе присмотрела уже на случай если я не найду европе то что хочу в европе у меня было несколько вариантов даже один был более розовый другой какой-то фирмы и вот этот там несколько вариантов было с того они так ты заходишь несколько раз ты находишь так идешь другой едешь другой город максимум в каком-то аутлете большом не вам типа как тики макс магазина который как как знаете там все 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 а просто в аутлете где есть и такая марка которая продает одежду для дома и такая такая ты где-то найдешь за приемлемую цену халат но блин в израиле за 150 евро увольте но я бы это сделала если бы не нашла так under armor купила мелиси вот такую классную термическую keeps you warm термическую такую классную кофточку она мне стоила 20 евро вместо 40 это уже в аутлете мы были как он называется берлин fashion outlet дизайнер центр что-то такое это типа была какая-то супер сел я взяла размер ну это на следующий год чтобы ей был я даже не знаю что это за размер что это за размер это интересно посмотреть теперь мне стало вай с м ну короче это типа детский размер но не самый маленький термическая классная тянется на следующий год будет я обожаю для мериса вот эти вот кофты потому что она то на улице то там то здесь то в клубе под кимоно очень удобно потому что скинул кимоно побежал пить на улицу может быть про или просто знаете выскочил на улицу на секунду если просто птища какой-то из хлопка у тебя тут же горло ты тут же потно тебя тут же все это простыла вот эти кофты термические у нее в этом году была такая на следующий я уже несколько купила это просто спаситель жизни поэтому еще одна не помешает тем более с такой стоечкой для меня это идеальный вариант прикупила себе кельвин кляйн джинс штанцы рада что нигде ничего не написано никаких кельвин кляйн ничего потому что я купила еще черный на них здесь написано черный не такие из простого материала уже написано кельвин кляйн джинс роза ладно не суть важно короче говоря вот такие супер крутые размер смол ну я довольна я довольна так далее шарфик от ливайс шарфик от ливайс и мы зашли в аутлете который под берлином в магазин ливайс я уже знала что мне надо будет и покажу и вот это абсурд потому что в магазине ливайс который там моло в берлин я была там или где-то да такие джинсы стоят полную цену в аутлете которые 30 минут там 40 минут от берлина они стоят две за эту цену причем 501 модели джинсов ливайс если можно классическую модель там джинсы или шорты она понимаете не меняется от года году от сезона к сезону вот я взяла 501 скинни и она не меняется реально но она из черная такая такая она ничего не происходит с ней поэтому зачем магазине платить 120 за одни когда здесь две за 120 или одни за 96 как бы ну что это за ерунда такая как я не понимаю короче мы приехали туда мы взяли по две пары штанов я взяла светлые и темные светлые вот такие я взяла 501 как я сказал скинни но она не скинни который сидит на вас в обтяжку это скинни 501 501 модель джинсов ливайс джинсы которые сидят чуть ниже пупка классическая ровная модель с пуговицами она идет ровно ровно не скинни она идет ровно чуть более весь смысл этой модели что она идет на определенном расстоянии от вашей ноги понимаете то есть она идет по ноге но скажем если простые идут там вот так да на таком расстоянии от ноги она по всей длине она не идет ровная штанина на найдет по всей длине на одном и том же расстоянии соотношен по соотношению к вашей ноги до простая 501 идет тогда а скинни идет скажем вот так да ну тоже она сейчас вы увидите она типа выглядит как зауженная но и ваш это нога тоже от жопы извините до икры она тоже становится меньше поэтому эта модель по сути идет видите ровно по вашей ноге и потом просто она также сужается до соответственно вашей ноги дойдет вот так вот везде это идеальные вот я давно такие джинсы искала и хотела и что только нет но я никогда не успела надо зайти даже надо все это померить это надо уделить тому время наконец я начну это время это все сделала и я взяла 29 если не ошибаюсь размер да это 29 размер потому что плюс ко всему я не хотела чтобы они сидели знаете вот прям ты застегнул и вот тебя вот все вот впилось я могла взять и 28 у меня есть эти реплеи которые я брала последние они 27 но они стрейч да эти были бы они бы растянулись и были бы хорошо и 20 я не хотела чтобы они растягивались я люблю я постоянно в инстаграме у одной девочки наблюдаю она очень тоже ливая с ногу носит они на ней сидят знаете как будто вот у нее не только есть расстояние между ногой вот и брючины а еще вот и наверху так они как будто на него так вот стоят отдельно не вот как впиваются в жопу я терпеть могу вот этот вид впивающихся в жопу джинсов поэтому я и скинь джинсы перестала носить джинсы колготки меня я не могу это понять вид я хочу видеть одежду одежда и они вот все вот как термобелье я на ней вот это наблюдал и мне так это нравилось что мне да у нее нависает что-то на эти джинсы вот прямо или даже если у тебя нечему нависать а просто тебя вот они ты видишь ты не можешь в них дышать а вот именно такой вот может быть кто-то видел такие посадки штанов вот размер такой да что они как будто представлены к тебе они стоят они твоего размера они все но они не впиваются тебе в тело и я давно искала что-то такое что не будет пиваться мне жаркости в шарфе я бы сниму что не будет пиваться в мое тело я наконец-то вот классическую модель она выглядит достаточно высокой но она вот чуть ниже пупка у меня сидит класс 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 я очень довольна и размер супер мужу взяли две такие же пары тоже взяли эту же модель это же скинни потому что мы одели с ним широкий он говорит что это мы так отвыкли носить просто прямые брюки или какие-то широкие но не думал что кому многие что это просто стало неприемлемо но и вот ему взяли скинни тоже ему вообще много интересных вещей там купили но я не буду вам это показывать просто потому что этому никому это не будет интересно он тебе в тимберлен купить классный жилет я себе прикупила ремень еще в лива при купила ремень у меня с рима милликан сейчас ремень оливайс я буду как просто мужчина вы знаете как им просто у них ремень сидит сила на одном месте у них как бы ну на одно у меня один ремень который сидит на талии один ремень между вот этот который вот не должен быть здесь он ниже Он для ниже Этот ремень для ниже И один ремень, который посередине Понимаете, да? Потому что у женщин у нас здесь Потом так, так, так И везде надо разные ремени Разного размера У меня на данный момент три ремня ливой Каждый сидит на, соответственно, другом месте Один, который я одеваю совсем на талию Один, который этот Вот сейчас я купила, да, средней длины То есть один у меня, по-моему, 70 70 или 75 По-моему, 75 Вот этот 8 У меня на данный момент еще 80 купить По-моему, 75, 85 и 90 Вот, значит, 80 мне еще не хватает А это вот эти вот джинсы, которые более светлые Такие классические Они выглядят что-то здесь как варенка Но это нет Это классические синие Такие слегка потертые джинсы Как вы видите, я их взяла Совершенно без дыр Там были с дырами и все Единственное, что я себе позволила Да, здесь вот они такие растрепанные концы А здесь как бы не закончены Это я, да Могу себе позволить Но вот эти все дыры Вот эти все, да Видите, разницу Эти все дыры Вот эти все какие-то Мне от этого тошнит просто У меня есть Вот я сейчас достала Свои джинсы, которые сделаны Джинсы-шорты из Zara С дырами огромными У меня просто это надоело Мне кажется, это настолько стало примитивно и неинтересно Что мне просто это все надоело Еще я так давно говорила, что я Мне стало скучно носить джинсы И знаете, что я поняла? Если вам стало скучно носить джинсы Купите себе Ливайс Потому что все вот эти фирмы Которые заполонили наши мозги Как Zara, Mango и все такое Это все не до джинсы Это все полная фигня Все-таки джинсы надо покупать в компании Которая делает джинсы Далее Та же самая 500 Первая модель Честно, я мерила только одни Остальные взяла уже не меря Того же размера Того же все Взяла себе шортики Шортики стоит вообще проржаться Просто вот реально лечь и проржаться В Аутлете они стоили мне Где цена 35 евро Проржались, да? В Zara они стоят намного дороже В Zara, я думаю, в Европе они стоят 50 Смотря, правда, какой тоже Да, я говорю про Loman, скажем Если брать по верху, да? 35 бен евро Шорты У меня сейчас тоже Ливайс на мне шорты Но это 505 модель Ну, короче Во! Это тоже 29 размер И они, видите, они небольшие Но я люблю, когда они спускаются вниз И они свободны Знаете, я могла бы вполне и в 27 Но Нет Я не хочу Я не хочу, чтобы меня Я вот, знаете, у меня проблема, да? Я не люблю стретчевые джинсы И я не люблю Когда джинсы не стретчевые Впиваются тебе в тело Вот Да, понимаете? Если надеваешь что-то в обтяжку Нужно быть стретчевым Ну, тогда выглядят как колготки Вот у меня эти черные есть Которые от От Реплей Они еще за счет того Что они все-таки не совсем скини Тоже надо было долго искать Я искала Которые скини Но они внизу расширяются То есть здесь будут в обтяжку А внизу будут ровно Нашла И прибежала там в Европе В магазин Реплей Говорю, у вас такие есть? Они говорят, нет У нас этой модели нет Думаю, естественно, зачем? Надо сейчас пойти в Израиле купить В Израиле мне 1450 шекер Ну, нормально 100 евро Скажем Не 35 как шорты Поэтому вот я ищу что-то такое Что будет И достаточно сидеть по фигуре При этом не будет впиваться в тело И Ну, согласитесь Нет ничего хуже Чем когда не стретчевые джинсы Сидят на вас вот просто Вот так Выглядит, может, это и хорошо Но ощущение для себя Когда у тебя все вот Особенно не поесть Не попить Все затянуто ремнем Я не понимаю, для чего люди это с собой делают Я по дурости тоже по молодости Такое делала И потом я поняла, что я не хочу Не ради какой цели Испытывать такой дискомфорт Стоять на каблуках В джинсах, в которых ты не можешь дышать Но осталось только корсет напялить И, я не знаю, белодонны закапать в глаза И будет вообще полный ошлаг Зачем это надо? Я не знаю Я против этих вещей Поэтому я выбираю себе вот что-то такое Что будет мне комфортно Вот Короче говоря, шортиками довольно вообще супер Класс Замечательные Очень мне нравятся Можно облачить черные Взять черные У меня есть Классные Все, дамы и господа Большое спасибо всем за внимание Надеюсь, вам было интересно И увидимся в следующих видео Все, пока-пока Не забывайте лайк Пока